Привет, друзья! Меня зовут Ксения Агеева, я международный карьерный стратег и основатель платформы для профессионалов CoreaLift. В этом видео я хочу вам рассказать о жизни на трех языках, своем личном опыте. Итак, друзья, напомню, что живу в Мадриде, поэтому мой основной язык для жизни это испанский. Тем не менее, работаю ежедневно на русском языке, потому что мой проект CoreaLift, платформа для профессионалов, объединяет русскоязычных людей по всему миру, которые строят карьеру в компаниях, либо развиваются в бизнесе или фрилансе. Также я работаю в том числе на английском языке и, соответственно, много литературу читаю на английском, либо слушаю какие-либо материалы. Таким образом, три языка в моей жизни присутствуют постоянно. И сегодня буду развеивать миф о том, что когда многие думают, что все это так легко, и, наверное, ты говоришь свободно, и переключаешься свободно, и вообще все это замечательно. Я думаю, что люди, которые изначально росли в такой среде, то есть когда у них было сразу несколько языков, безусловно, им дается это намного легче. Я к таким людям не отношусь. У меня основной язык это русский, английский у меня появился в начальных классах школы, поэтому, естественно, он является таким базовым иностранным языком. И испанский появился не так давно в моей жизни, поэтому, несмотря на то, что я на нем живу, и он, в принципе, является основным языком иностранным, на котором я говорю, на английском я говорю намного меньше сейчас, то, получается, эти три языка, они как-то переплетаются в моей голове, и у меня возникает достаточно много проблем. Именно об этом я хочу с вами сегодня поговорить. О проблемах, да, не о том, что, о, господи, как все это легко, а будем говорить именно о том, что какие проблемы возникают, и, наверное, вы узнаете где-то себя, и будете понимать, что это нормально. Проблема номер один, которая возникает у меня достаточно часто. Если я несколько часов подряд работаю на русском языке, и ко мне кто-то случайно звонит, подходит и говорит на испанском, что у меня возникает, я могу повернуться и совершенно случайно сказать что-то на русском, ответить на русском языке, потому что мой мозг не успел переключиться. Счастье — это когда тебя понимают. Это действительно возникает, потом ты быстро ловишь себя на мысли, что так, что ты не то сказала, лицо человека в этот момент меняется, потому что он ничего не понимает, но, тем не менее, я не успела переключиться, соответственно, это та вещь, которая возникает достаточно часто. Второй момент, который может возникнуть, это когда я получила какую-либо информацию, например, посмотрела фильм или прочитала статью, и через какое-то время я не помню, на каком языке я ее читала. Я помню содержание, я помню все, но я не помню, на каком это языке было, на английском, на русском или на испанском. То есть самое главное, что улавливается смысл, и мы забываем, на каком языке все это происходило. Меня опять терзают смутные сомнения. Следующий момент — это... Да, у меня начались проблемы с английским языком в разговоре. Почему? Потому что основной разговорный язык у меня русский и испанский. Английский в данный момент я использую меньше именно в разговоре. Но, опять же, я продолжаю на нем читать, я продолжаю смотреть на нем какой-либо материал, и до сих пор я считаю его языком первым иностранным, которым я лучше понимаю, чем даже испанский, несмотря на то, что испанский я использую ежедневно в жизни. И происходит такая история, что так как основных языка два — это русский и испанский, то, соответственно, когда появляется очень срочное или быстрое переключение на английский язык, первый язык, который приходит в мою голову — это испанский. Я могу ответить. Вот, как говорят, это спэнглиш. Он действительно возникает, когда какой-то микс двух языков приходит в голову, и нужно какой-то момент подумать, как правильно ответить. Вы знаете что? Я вам один умный весь скажу, но только вы не обижайтесь. Это ситуация, действительно, о которых я, кстати, переживала очень сильно и думала, что со мной что-то не так, я, видимо, как-то неправильно использую языки, не могу настроиться. Но потом, пообщавшись опять со специалистами, которые изучают языки, они говорят, что это совершенно нормальная история. Обычно, действительно, если я еду в англоязычную страну или вокруг меня каким-то образом образуется много людей, которые говорят на английском, то мозг мобилизируется, быстро вспоминает, что нужно, потому что нет другого варианта, кроме чего говорить на английском, и быстренько вспоминаются все нужные слова, которые должны прийти на ум для поддержания разговоров. Жить на трех языках можно, можно и на большем количестве языков жить. Я знаю таких людей, искренне и восхищаюсь. Но в этом видео я просто хотела поделиться своим личным опытом, сказать, что такие ситуации совершенно нормальные. И если вдруг у вас происходят такие ситуации, либо еще какие-то другие, о которых я сегодня не сказала, пишите в комментариях, поделитесь со мной, поделитесь со зрителями, расскажите, как вы живете, на каком количестве языков, и какие курьезные ситуации, может быть, у вас бывают. Если вам было интересно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до встречи в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!